К примеру, стенка котлована станции Росошанская, которая через несколько месяцев должна была принять первых пассажиров, год назад уже находилась в аварийном состоянии, грозя обрушиться. Рядом проходит автотрасса, и стенка постоянно испытывает большое давление. Однако в ту пору здесь работало 100 человек. Заметив деформацию стенки, они смогли быстро исправить её. Но большинство из них теперь либо уволены, либо находятся в неоплачиваемых отпусках. На стройке находится всего 4 человека, так что им окажется просто не под силу справиться с новым повреждением. Теоретически стенки котлована закреплены так, что гарантирует устойчивость конструкции в течение двух лет. Половина этого срока истекла. Так что в запасе остался ещё один год, после которого стенки котлована могут обвалиться. Это порвёт телефонный кабель, газопровод и водовод. Если будет нарушена герметизация водовода, то лопнувший водовод в течение пяти минут заполнит весь этот котлован, и вода побежит по улицам Москвы достаточно широким потоком. Жители района останутся без телефонной связи. Однако самым опасным окажется утечка газа. Она может привести к огромному взрыву, последствия которого трудно представить. Котлован может быть затоплен и в том случае, если будут остановлены насосы, которые сейчас откачивают грунтовые воды. В течение двух-трех месяцев их уровень восстановится, и на месте котлована образуется озеро глубиной около 10 метров. В подобных участках в Москве множество. Наиболее же катастрофические последствия будут носить разрушение туннелей, проложенных под домами.